Всем добрый вечер! Сегодня отличная погода, солнце уже прячется, будем подкармливать помидоры. Видите, завязи уже есть, первая завязь, но верхушки у нас тонкие, видите, сами стебли тонкие и цветы кое-где начали подсыхать. Это первый признак нехватки калия. С каждым ярусом помидор, завязей, они требуют своей подкормки. Подкармливать мы будем кальциевой селитрой плюс аммиачная селитра. Аммиачная селитра нам нужна для наращивания зеленой массы, чтобы наши помидоры утолщались вот так, толстые были, а самим цветочкам не хватает кальций. 12 дней назад я подкармливал помидоры куриным пометом, гранулами, но, как обычно, после первой подкормки помидоры растут выше, им не хватает подкормки. Подкормка остается где-то на грани первого заложения кистей, а выше надо помогать. Листья я обрывал снизу для хорошего проветривания. Обрывал по три листа где-то, больше обрывать нельзя. После первой завязи до второй я обрываю листья, потому что в листьях тоже содержатся питательные вещества, которые нужны нашим помидорчикам. Для приготовления нашего раствора мы берем калиевую селитру, где-то 10 грамм, получается не полная ложка. И сюда же добавляем помяочную селитру. В такой же пропорции, тут где-то около 10 грамм. И все это мы размешиваем. У нас прошли дожди, два дня дождь шел. Земля влажная, так что я поливать не буду. А под каждый куст мы будем по ковшику. У нас земля плотная, то у кого почва песчаная, то может по литре подливать. А так как у нас почва плотная, наливаем в пол ковшика. Ковшик это у меня литровый. Этим самым мы поможем завязям, цветочкам, чтобы они не осыпались. Наливались наши плоты и не хватает калия. Кальций в почве есть, но калий мы добавим. Он поможет переработать, усвоить кальций, который в почве. И дать нашим помидорам питание. И так под каждый куст. Мощная селитра поможет избить зеленой массы, которые как не так необходимо сейчас наши помидорам. Чтобы вот эти верхушки стали толще и нарастала зеленая масса. Листья я еще раз говорю, я снизу оборвал по три листа где-то. Больше я обрывать не стал. Листья тоже играет роль. Питание. Будет питание. Наши помидоры не только питаются корневой системой, но и листовым аппаратом. Когда яркое солнце и с листьями испаряется влага, то корень чувствует это и подают листьям необходимое питание. Но иногда не хватает этого питания. Видите? Листья крутятся, значит нехватка кальция и азота. Так я укрыл навесом. Вот у меня навес. Сейчас солнце не сильно будет действовать на мои помидоры. Теперь мы их подкормим все. Вон видите завязи, помидоры висят хорошие. Это кустовые у меня помидоры. Некоторые пасынки я поубирал, поставлял где-то по три стебля на каждом помидоре. Вот видите? Вот один, второй и третий. Все лишнее пасынки поубирал. Выше первой завязи я уже пасынки не убирал. Помидоры развиваются нормально. Видите, висят. Сегодня я еще раз вам говорю. Я подкармливаю помидоры смесью калиевой селитры и аммиачной селитры. Где-то по одной ложке, без горки, столовой. Для лучшего цветения, для хорошей завязи, для налива плодов и для утолщения, наращивания зеленой массы наших верхушек, стволов. Чтобы помидор был более выносливый и давал нам хороший урожай. На этом пока все. Пока!